Лови, лови, лови! Свеча! Побегай! Побеги! Если поймал свечу, бросай все и беги. Бейсбол, крикет, писапало в Финляндии, ойна в Румынии, а по-русски лапта. Сегодня игра почти не отличается от той, в которую играли на Руси. Те же правила, только вот вместо платка, набитого травой, мячик для большого тенниса. Да и разметка поинтереснее. Лапта появилась еще в 17 веке. При Петре I ее применяли как средство физической подготовки солдат. Позже она превратилась в народную забаву. Но постепенно незаслуженно забылась. Сегодня эта старинная игра переживает второе рождение. К тому, что необычная игра. То есть там футбол, баскетбол, что-то уже такое привычное, а лапта что-то очень необычное. Давай! Правила просты. По одну сторону поля город, по другую дом. Городские игроки должны отбить мячик и вернуться в дом. За каждого вернувшегося игрока один балл. Но им мешают полевые. Их задача задеть мячиком бегущего и не позволить добежать до дома. Обычно эти правила новички осваивают за день-два, рассказывают бывалые. Главное научиться правильно держать биту. Крепко, обеими руками. Бьешь за собой, за спину. И четкий удар один. Вместе с лаптой сегодня вспоминают и другие старинные подвижные игры. Бочу, городки, девятый камень, границу, банки, калечину-малечину, зоопарк. Мы действительно загромоздили свои дворы машинами, устройствами различными. Это реальная проблема наших подростков сегодняшних. Ну, не только подростков. Нигде. Если даже ездить, то мячик попал в машину неприятно. Правила забываются. Очень сильно поставлена индустрия развлечений таких виртуальных. Надо двигаться. Движение, жизнь. Лапта – это не только спорт и живое общение. Она развивает быстроту реакции, находчивость, сообразительность, меткость. И главное – уверенность в своих силах. Сегодня в Перми регулярно играют в эту игру порядка тысячи человек. И с каждым днем их становится все больше. Ирак Лештеришвили, Елена Плюхина, Ярослав Алакин, телекомпания «Ветта».